Речь идет о доме на улице Хуторской и двух других объектах, которые построены на землях совхоза Южные культуры. В мэрии, в свою очередь, предупредили, что после судов всех инстанций компромисс станет невозможен и решения о сносе будут исполнены в полном объеме. Отмечу, в Амеретинской низменности на особо ценной территории на участках под индивидуальную застройку незаконно возведен 21 многоквартирный дом. По ним вынесены судебные решения о незаконности и сносе. В шести застройщики успели в период между судебными разбирательствами реализовать недвижимость. Покупатели уже зарегистрировали право собственности и заселились в свои квартиры. Им в ходе ежедневных рабочих встреч с главой курорта Анатолием Пахомовым был предложен компромиссный вариант – привести строение в соответствие с разрешенной в зоне ОЦ-1 высотой и этажностью. К диалогу оказались готовы собственники двух объектов – комплекса «Арт Лайт Сити» на Таврической семье и жилого комплекса «Эмеретинский парк» на Перелетной 24. Накануне их представители пришли в мэрию, чтобы сообщить о желании создать совместно с муниципалитетом проект мирового соглашения, который предусматривает снос лишних этажей до разрешенных трех на особо ценной территории. В этом случае застройщик обязан компенсировать затраты своим покупателям. Мы будем делать все возможное, чтобы мирно урегулировать данную сложившуюся ситуацию. Администрация города Сочи предлагает нам некие возможные варианты. Но о том, что администрация не против, а даже ходатайствует о подписании мирового соглашения в защиту прав добросовестных приобретателей, было сейчас озвучено непосредственно мэром города Анатолием Николаевичем. Потому что основная цель заключения мирового соглашения с застройщиком. Что касается третьего объекта, дома на улице Фигурной, здесь собственники пока в процессе обсуждения. Они попросили еще немного времени на раздумья. Администрация возражать не стала. Тем более, что для подписания мирового соглашения необходима рекомендация краевой межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения прав граждан-участников долевого строительства. Мэрия уже направила по этому поводу обращение к первому заместителю прокурора Краснодарского края Владиславу Малкину. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.